Сегодня на канале у нас теоретический выпуск и он будет посвящен обзору на открыток юному энтомологу. Это рисованные открытки, предназначенные для расширения кругозора школьникам и всем интересующимся людям. Выпущены они в 1988 году. Состоят, значит, данные открытки из 32 штук, вот написано юному энтомологу, 32 открытки, художник Арестов, который нарисовал всех насекомых, известных художников в те времена. Интересный момент является, что цена рубль 2 копейки. Ну что же, такая вот гладенькая глянцевая обложечка, нарисованная полностью. Такие открытки мы пока отложим в сторонку, пробежимся по краткому содержанию. Здесь представлены все названия всех открыток, то есть 32 названия. На обложке же представлена краткая информация и общая в то же время о насекомых. Первая открытка посвящена неполному метаморфозу. Это наиболее интересный с точки зрения террориумистики раздел, потому что большинство насекомых, которые введены в культуру, в террориумы, такие как тараканы, богомолы, клопы-хищницы, они имеют неполный метаморфоз. Что это такое? Это когда от стадии яйца, как нарисовано на примере данного клопа, насекомый проходит стадии личинок, то есть нимф, и превращается в эмага, во взрослую особь, минуя, в свою очередь, стадию куколки. В большинстве случаев все нимфы, то есть вот эти личиночные стадии, они похожи практически одинаково с взрослой стадией. Вот, например, следующая открытка. Это полный метаморфоз. Вот, если сравнить, мы увидим, что яйца есть в обоих случаях. Далее идут личиночные стадии. Такие и гусеницы у бабочек. Но у бабочек также присутствует куколка, которая является... Здесь куколка отсутствует. Куколка является признаком полного метаморфоза. Но если рассматривать широкую культуру террориумную, скажем так, то это бабочки и жуки. У жуков есть куколки, и у бабочек есть куколки. Самые популярные представители полного метаморфоза. Жуки и бабочки. Следующая открытка имеет название яйца и личинки. Но яйца очень многообразные у всех насекомых. Они бы это круглые, бочонков разные, плоские, цилиндрические, абсолютно разные. Также разнообразием отличаются и личинки насекомых. Гусеницевидные личинки, комподео-видные и червеобразные личинки. Форма личинок определяется условиями, в которых они обитают, и способом их питания. Вот, например, личинка жука семейства пластинчатых усых. Кстати, если вы захотите отправить эту открытку другу, то запомните, что отправлять по почте только в конверте. Мы с вами уже узнали, что куколка есть только у насекомых с полным превращением или метаморфозом. Эта стадия особая, промежуточная между личинкой и совершенно непохожим на нее взрослым насекомым. Поэтому и внешность у куколок своеобразная, также промежуточная. Для развития куколке нужен покой, поэтому большинство личинок передокукливных прячутся в укромные уголки, зарываются в почву или плетут прочный кокон. В насекомых много врагов. Птицы, ящери, светучие мыши, некоторые млекопитающие. И поэтому насекомые выбрали следующий способ защиты. Первый. Покровительственная окраска. Когда они притворяются элементом дикой природы. Либо маскируются под траву, либо под кору дерева. Второй способ. Это предостерегающая окраска. Когда всем своим видом насекомые говорят, не ешь меня, а травишься. Некоторые насекомые гораздо открыто предстоят за себя. Такие как осы, например, со своим жалом. Некоторые же противны на вкус из-за своей ядовитой гемолимфы. А третий выпускает ядовитые пахучие жидкости, например, клопы. И отпугивает таким образом врага. Следующая открытка посвящена стрекозам и подзенкам. Эти в целом очень разные отряды объединяет не только древность происхождения и водный образ жизни личинок, но и еще один важный признак. Их крылья, и в полете, и в покое. Сохраняет одинаковую форму. На них нет складок, по которым складывалась бы крыловая плосинка. Все остальные современные крылатые насекомые умеют укладывать крылья более компактно. На данной открытке изображены самые яркие представители насекомых в террариумной культуре. Это тараканы и богомолы. Богомолы относительно недавно отделились от древнейшего отряда тараканов и образовали отдельную банду убийц. Следующая открытка посвящена палочникам и прямокрылам, то есть кобылкам, кузнечикам и медведкам. Существует огромная разница между кузнечиками и кобылками. Об этом можно судить, глядя на фото. Смотрите, какие длинные усы и яйцеклад у кузнечиков. А вы знали, что в шеи около 300 видов? Они настоящие кровососы, живут исключительно на млекопитающих, держась за волосы мощными ногами. У них есть настоящий сосущий хоботок. Им необходимо тепло и частое питание. Поэтому вне тела хозяина они быстро гибнут. Каждый вид живет только на одном виде хозяина. На данной открытке изображены представители отряда гемиктера. Наиболее яркие представители из них это цикады, личинки которых развиваются в почве до 17 лет, и тля, у которых за лето развиваются десятки поколений. На сегодня обзор подошел к концу. Если вам интересно продолжение, пишите об этом в комментариях. Увидимся в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok